Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения. В Харькове буквально только что прогремели взрывы. Игорь Терехов, городской голова, сообщил о том, что в 21.41 воздушные силы предупредили Харьков об угрозе баллистики. И уже в 21.43 Терехов сообщил, что город под ракетным ударом. Призвал харьковчан находиться в укрытиях. Мы сейчас ждем подробностей, чтобы рассказать вам больше об этом. И по последним данным, информация есть о четырех пострадавших. Их состояние удовлетворительное. Им оказывается медицинская помощь. И отдельно господин Терехов уточнил, что удары по центру Харькова нанесены туда, где нет никакой военной инфраструктуры. Там, где жилая застройка. Две ракеты С-300, по предварительной информации, применили боевики путинские. Так их можно, наверное, называть. В этом контексте очень актуальны разговоры, размышления и планы о том, чтобы в дальнейшем, после победы Украины, не допустить эскалации и повторения агрессии Российской Федерации. Об этом также говорили в Давосе на форуме замглавы Офиса президента Игорь Жовкова. Рассказал, что, представив этот пункт про недопущение эскалации, рассказал, что пункт является ключевым для полноценного выполнения формулы. На недавней встрече рабочей группы пункта 9 в Киеве приняли участие 43 государства, что лишь подчеркивает значимость именно этого пункта. Важно понимать, что недопущение эскалации – это не только о гарантиях безопасности для Украины и соглашениях о безопасности, вроде недавно подписанной между Украиной и Великобританией. Давайте поговорим об этом с писателем и политтехнологом Михаилом Шейтельманом, который присоединяется к нашему эфиру. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы знаем, как зрители вашего YouTube-канала, о том, что вы внимательно следите за работой Довозского форума. Как вы считаете, эта встреча на сегодняшний день, насколько она приблизила саммит мира, который готовит тщательно очень Украина, или стала еще просто очередной площадкой для обсуждения, понятно, что важной? Я и про сам саммит мира сомневаюсь в его большой важности, большой именно, еще раз говорю. Там есть какие-то определенные нюансы, о которых можно разговаривать, о которых договариваться, но давайте так. Вся эта формула мира наша – это такой большой очень замах, то есть замах на глобальный пересмотр мировой системы безопасности. Хорошо ли это? Ну да, хорошо, потому что у нас не было другого варианта, собственно, что еще делать. Просто некоторые думают, что если будет саммит мира, то будет и мир. Нет, это не так. Война продолжится. После любого саммита мира война продолжится. Потому что вся наша формула мира, она предусматривает в целом формирование, условно говоря, новых правил, нового ООН 2.0 и так далее. Но это никак не приближает нас к миру с Россией, потому что сегодня конкретно Путин сказал, что вся ваша формула мира нас вообще не интересует. Мы обсуждать не будем, у нас есть завоевания, мы их не отдадим. Ну а у нас первый пункт формулы мира – это территориальная целостность, и поэтому тоже до свидания. Поэтому приближает, не приближает, назовем мы это словом саммит мира или еще как-то назовем, это не приблизит нас к победе в войне с Россией или к миру с россиянами. Вот не приблизит и все. Все решается на поле боя. И вот как раз про это вы уместно вспомнили высказывание Путина. Для тех, кто не в курсе, введем в курс во время встречи с руководителями муниципалитетов. Диктатор случайно проговорился, подтвердив, что мифическая версия освобождения Украины является ложью. Ранее он всегда говорил, что освобождает Украину. А что сказал сейчас? Вот цитата Путина. Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года, ну это невозможно. Так он сказал, сказав именно завоевание. Как вы считаете, это оговорка, случайность или что? Нет, он это последовательно абсолютно говорит. Он уже когда встречался с ранеными солдатами на Новый год в каком-то там госпитале 1 января, он тоже сказал, ну мы же не отдадим то, что вы завоевали. Вы же не зря воевали. Точно такую же формулу примерно придерживается Лавров, который говорит, что надо исходить из того, где чьи войска находятся. Нет, это последовательно политика России уже полтора года. Тот же Лавров говорил, наши географические цели изменились в процессе войны. Поэтому нет, они прямо говорят, вот раз завоевали, это наше. Они хотят таких правил. Вот мы хотим установить правила в мире, которые заложены в формуле мира, что там будет соблюдаться территориальная целостность разных государств и так далее. А россияне говорят, нет, только право сильного. Вот кто сильнее, того и территория. Раз мы захватили, значит наше. Если мы у вас украли, вот они, сегодня тот же Путин, кстати, отчитывался, что рекордные урожаи зерна собрали, рекордные поставки и так далее. С учетом того, что мы 4 миллиона тонн из Украины, ну с оккупированных, с новых территорий, как он это называет. То есть украли 4 миллиона тонн зерна, поэтому рекорд. Ему нормально, что украли. У них это нормально абсолютно считается. Поэтому единственное, что я вас вынужден поправить, вы сказали только на поле боя. Нет, не только на поле боя, конечно. Конечно, не только на поле боя решается судьба этой войны. Поле боя раз. Финансовые такие политические кабинеты, где вот решаются вопросы о помощи. Нам это два. И есть третье. Это давление на Россию. Его пока недостаточно. Потому что пока они, там люди не умирают от голода. А надо, чтобы умирали. Тогда только можно будет их победить. Полностью закрыть Россию, да, и так далее. Пока еще ее где-то, она где-то представлена. Бывают какие-то люди, какие-то россияне куда-то ездят. Причем могут выехать из России, потом вернуться. Что-то купить и привезти с собой. Вот это недопустимо. То, что им, в принципе, что-то продают. Что-то у них покупают. Это тоже еще один путь. Конечно, надо стремиться к идеалу, чтобы у них ничего не продавали, ничего у них не покупали и так далее. Но путь к идеалу, он тоже достаточно долгий. Нужен еще 20-й пакет санкций, 40-й пакет санкций. Расширять эти санкции. Вот сегодня то, что Зеленский, кстати, говорил в Давосе. Наверное, одно из важнейших пунктов, о котором он говорил, это, например, ядерная безопасность. Это же часть формулы мира. Говорит, подождите, вот против России не ввели санкции по атомной энергетике. Хотя Россия единственная в мире страна, захватившая и удерживающая в заложниках атомную электростанцию. Единственная в мире. И нет санкций против этого. Как это вообще может быть? Вот. Поэтому не только поле боя все-таки. Но Зеленский еще предупредил, выступил против возможной заморозки войны с Российской Федерацией. По его словам, конфликт в любой момент может вспыхнуть снова. По риторике наших западных партнеров. Как вы думаете, нам удается достучаться до них и донести эту мысль? Понимают ли они уже это? Вот это как раз да. Это да. Потому что и тут нам во многом... Ну, это и наша заслуга, я имею в виду нашей власти, и нашего министерства иностранного дела президента. И всех, кто доносил. Это с одной стороны. Но с другой стороны, заслуга, конечно, в кавычках. Но тем не менее, как будто они на нас работают и самих россиян. Потому что, вот вы сегодня подметили совершенно справедливо, что Путин сказал, что мы завоевания не отдадим. Но если в течение двух лет послушать, что говорили Россия и российское руководство по поводу войны, какие требования выдвигали, требования всегда разные. Всегда. Сегодня дошло до туалетов, наконец-то. Оказывается, все из-за того, что у нас туалеты неправильные. Так? И ладно, сказал какой-то Беглов, какой-то мэр Петербурга. Черт бы с ним. Но сегодня это Путин повторил. Сегодня это просто конкретно повторил Путин. Что вот неправильные туалеты, в этом все дело. Мы даже можем это послушать. Ну, давайте, да. Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то. Что за зацикленность на этой теме? Сначала губернатор Белов, если я не ошибаюсь. Да, об этом написал в своем телеграм-канале. Беглов, неважно. Да. Нам не суть важна их запоминать. Ну, покрутили мы пальцем у виска, подумали, что пытается выслужиться перед Путиным. Но выслужился настолько, что Путин подхватил это все. Да вот мы и не должны пытаться их анализировать. Я могу сейчас начать психоанализ, там все вот это, фрейдизм, что означает зацикленность на туалетах, на попе, которую он там любит упоминать и так далее. Но давайте в политическое русло тоже самое перекинем. Вот вчера, позавчера, буквально министр иностранных дел Швейцарии сказал, что формула мира – дело хорошее, но давайте же к ней подключать Россию, к этой формуле мира. И нам нужно, говорит, услышать слово России. Ну вот оно! О, товарищ министр иностранных дел Швейцарии, вы хотели услышать слово России по поводу формулы мира? Так вы его услышали. Раз вы до этого за два года не услышали, но сегодня вы поняли, почему мы не приглашаем Россию ни на какие саммиты мира. Сегодня догадались, наконец? Вот, поэтому никто не сделал так много для разъяснения нашей позиции украинской, как Путин и его соратники. Все эти Бегловы, Шмегловы, Лавровы, Укроповы и так далее. Потому что они, противоречивая сами себе, постоянно выдвигаются совершенно разные, очень часто абсурдные требования. Как то, какая-нибудь там, не знаю, разогнать наркоманов из Киева, наркоманскую власть какую-то, шайка наркоманов, которая захватила власть в Киеве. И тогда на Западе постепенно, сначала же они пытались понять Путина, они пытались его услышать. Шольц зачем ездил? Услышать, понять, что хочет. Макрон зачем звонил? Понять, что хочет. Да даже израильский премьер Беннетт, честно, ездил, чтобы понять, что хочет. Да, они все хотели понять, что хочет. Слушайте, Эрдоган хотел понять, что Путин хочет. И никто из них не смог понять. И все соскочили с переговоров. Где мирные планы, где давление на нас? Все исчезло, растворилось. Где мирный план Китая? Исчез, все забыли. Где кардинал Зуппи, который ездил от имени Папы Римского и требовал срочно заключить мир? Исчез, растворился где-то в недрах Ватикана. Почему? Потому что столкнулись вот с этим театром абсурда из России. Это на Западе все уже увидели, все поняли. И именно поэтому никто не предлагает нам, какое замораживание, какого конфликта, с кем, о чем разговаривать. Ну, там туалеты гендерные можно и не обсуждать, глядя на Путина. Какой была реакция на приезд Риши Сумака последний в Киев? Изрыгал Медведев проклятие и призывал к бомбежке центра Киева кассетными боеприпасами для того, чтобы устранить физически, в том числе и британского премьера в случае подписания договора о военной помощи. Что еще надо? Зачем какие-то тонкости анализировать, если они уже грубо показывают всему миру свои отношения ко всем? А по-моему, никто не анализирует. По-моему, вот знаете, наконец-то, тут у меня есть небольшая личная гордость. Я когда только начинал свою карьеру выступающего по телевизору в начале войны, еще даже канала Штельман не было, просто в Фейсбуке. Я сказал, нам главное вообще не слушать, что Путин хочет. Вот нам должно быть это неважно. Все наши действия Украины никак не должны быть завязаны с тем, что хочет Путин. Вот и надо всем объяснять. Мы главное не слушать, что он хочет. Нас же это неважно совершенно. И вот понадобилось два года, чтобы вдруг поняли на Западе, что действительно это очень неважно, что хочет Путин. Поняли это в том числе благодаря, например, президенту Байдену, который, выступая и сравнивая Путина с Хамасом, процитировал Медведева. Сказал, а вот же, говорит, бывший президент России, ближайший советник Путина, сказал, что будет уничтожать страны Балтии. Сказал, сказал. А теперь у Байдена же на столе лежат все высказывания Медведева. А он еще сказал, что убьет Сунака. Ну, нормально, второй человек в российской иерархии собирается убить Сунака кассетными боеприпасами. Это для нас клоун. Ну, для нас клоун Медведев или алкоголик, или кто угодно. Но для любого западного политика это второй человек в российской иерархии. Это очень важно, потому что Западом правят институты. Они смотрят на Россию как на институт. Не как на банду гопников, как мы смотрим, да? А как на институт. И что в этом институте? Ага, президент говорит про туалеты. Его первый зам по Совету безопасности и по комиссии по вооружениям говорит, что убьет Риша Сунака кассетными боеприпасами. Глава Верховного Совета, как у них там, Государственной Думы, значит, говорит, что Аляска это часть России. Он пошлет наблюдателей туда за голосованием на Аляску. Ну вот, ну что, с кем они собираются вести переговоры? Пусть покажут пальцем на того человека, с которым они собрались. Или нам предложат. Вот они нам сейчас предложат. Проведите переговоры. Это с кем? Подождите. Вот объясните с кем. Вот, кстати, после визита премьера Британии в Киев прилетала уже глава МИД Франции, спикер Сейма Латвии. После перерыва в 2023 году с чем, по-вашему, можно связать, объяснить вот такую активизацию? А где перерыва никогда не было. К нам все по очереди. Вспомните просто списки. У нас не успевали следить, кто у нас сегодня. Да, но в конце года визитов стало немного меньше, чем воспользовалась российская пропаганда. Они запускали ИПСО. Помните, об усталости Запада, не только от Украины, а и от Зеленского. Никто уже в Киев не едет. Никто нас нигде не принимает. Год начался с чего? С визитов Зеленского в страны Балтии. С подписания договора с Британией. С анонса того, что подобные договоры будут подписаны с Канадой и США. Мы можем ставить точку в то ИПСО. Выбрасывали, скомкали и выбросили. Пусть придумывают новую. Да, вот видите, я призываю не слушать, что говорит Путин, не интересоваться даже этим, потому что это совершенно неважно в данной ситуации. Я же почему говорю? Не потому что у него армии нет, я же не говорю, что не надо его учитывать как военную силу. Как военную силу, да, а мнение неважно. А они, смотрите, следят за каждым шагом. Они знают ситуацию, они знают, кто к нам приезжал. Больше, чем мы, наверное, знают. Правильно? Я просто даже не знал, что у них еще и такая ИПСО была. Мало у них уже было за это время ИПСО. В конце года не приезжали, потому что Рождество у всех. Вы же знаете, всем нужно жарить индейку, поэтому все заняты. Поэтому весь декабрь попробуйте проведите какой-нибудь, не знаю, международный форум в декабре. У вас не получится, потому что все будут заняты жаренем индейки. Вот никто и не приезжал, а сейчас все опять повалили, все как положено. Скоро с канадцами, наверное, будем подписывать же договор о гарантиях безопасности. Вот еще будет. Хотя я думаю, что это мы подпишем на Мюнхенской конференции по безопасности. Я думаю, там снова все съедутся, это через месяц буквально, если не меньше. Снова, я думаю, туда поедет Зеленский, и вот там будет большой разговор о безопасности. Потому что сейчас в Давосе это неожиданно, что вообще кто-то про безопасность говорит. Все-таки Давос экономический форум. А вот в Мюнхен будет профильная конференция для нас. Ну, кстати, вы обратили внимание на днях о том, что вопрос формулы мира, да, и войны России против Украины в Давосе в повестке стоит пятым пунктом. Ну, и такое ощущение, что не думают о долгосрочных последствиях для мировой экономики от хода этой войны. Скажем так, так как в повестку Давоса составляет не один человек, а много, и я думаю, что после того, как россиян оттуда выгнали из Давоса, то, пожалуй, доминирующей силой являются Ближний Восток, арабы. Я имею в виду сейчас не Хуситов, не Иран, а Иран вообще не арабы. Я имею в виду, конечно, Саудовскую Аравию, Эмираты и так далее, потому что это большие деньги. Раньше приезжали россияне с большими деньгами и раздавали их в качестве инвестиций. Сейчас вот арабские страны туда приезжают и раздают инвестиции. Ну, и западные, естественно, политики. Поэтому учитывалось баланс между Западом и Ближним Востоком при составлении этой повестки. Поэтому и не вписали туда на высокие места, я думаю, украинско-российскую войну, что вполне логично на экономическом, еще раз подчеркну, форуме. Насчет того, что это имеет непосредственно или долгосрочные какие-то последствия для экономики мира, ну, сейчас уже как бы даже уже и не модно отделять нашу войну от войны на Ближнем Востоке, от войны с Хуситами, от войны с Ираном. Вот сегодня только американцы перехватили какое-то судно, в котором шла военная техника, или там, скорее, я думаю, что снаряды, наверное, или ракеты, иранские Хуси там шли. Но ведь это же иранского производства, так? То есть оно могло пойти в Москву, ну, в Россию, а могло пойти Хуситом. Пошло Хуситом, американцы перехватили. То есть, заметьте, что происходит, что они, наши враги, хотели растянуть как бы западную цивилизацию, да, чтобы она должна была воевать на нескольких фронтах сразу. Ну, так и Иран с Россией теперь вынуждены воевать на нескольких фронтах сразу. Это же то же самое оружие, Иран же не произведет нового. Вот. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что на экономику влияет или не влияет война, влияет, но не только наша. То есть нельзя сказать, что вот Украина-Российская война, вот она изменила мировую экономику. Нет. Третья мировая, вот эта зарождающаяся, она изменяет мировую экономику, а не конкретно российско-украинская. Все-таки Россия и Украина сами по себе, если их брать вот чисто, нетно, Россию и Украину, на двоих у нас процент мирового ВВП такой маленький, что его не заметят, если он исчезнет, по-честному говоря. А у хуситов гораздо больше, как вы будете смеяться. Да, они ущерба мировой экономикой наносят больше, чем наша война. Ну, если США уже начали бомбить иранские судна, которые везут оружие хуситам, дождемся ли мы, что под бомбежком могут попасть и судна, которые везут военную помощь Российской Федерации? Ну, осталось всего одно. Осталось, чтобы вот этот последний шаг, который не преодолен, конечно, западом даже близко, пока мы еще далеки от этой точки. Ну, понятно, у хуситов нет ядерного оружия. Да, 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 да. Чтобы на Западе преодолели этот психологический барьер, должно случиться что-то страшное, я сразу говорю. Это может быть применение России ядерного оружия где-нибудь или еще что-то, я не знаю. Но это все равно случится. Все равно придется иметь дело... Нет, не обязательно ядерная бомбардировка. Придется иметь дело Западу напрямую с ядерной Россией. Рано или поздно. Они думают, что лучше поздно. Ну, у них тоже есть свои соображения. Мы же здесь не только одни такие самые умные, да, сидим втроем. На Западе тоже кое-что понимают и в Америке, и в Европе. Например, они строят сейчас армию в ускоренном порядке, возрождают военно-промышленность в ускоренном порядке. Может, они решили, что им выгоднее воевать с Россией через 2-3 года, чем сейчас. Это легитимно с их точки зрения так думать. У них тоже есть свои расчеты, и они могут знать больше, чем мы. В этом контексте интересных два заявления прозвучало как раз. С одной стороны, министр обороны Великобритании в своей речи заявил такое. Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному этапу. И в то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что СВО предотвратило начало Третьей мировой войны. Вот какое-то несоответствие между этими заявлениями. Как можете прокомментировать? Вот ровно, ровно, ровно. Это очень важно. Смотрите, вот Сунак говорит. Вот план, который в Билде, да, опубликован этот план нападения России на страны НАТО. Это все звенья одной гребаной цепи. То есть на Западе, как вы сами спросили, есть ли это уже? Есть. Пробудились. Поняли, что война неизбежна. Поняли, что Россия имеет план напасть. Вот это поняли. И это понимание, которое выгодно нам, крайне невыгодно россиянам, естественно. Россия не хотят усыпить Запад, чтобы он по-прежнему дремал. Так ведь? Поэтому только за сегодня сделано прямо множество миролюбивых, скажем так, заявлений со стороны России. Нет, это они не пытаются, чтобы нас Запад принудил к миру. Не, не про это они. Они просто хотят сказать, что мы сожрем Украину и этим удовлетворимся. Это сегодняшние месседжи и от Володина, и от Путина. Володин сказал, мы всего лишь предотвращали третью мировую. Мы на НАТО нападать не собираемся ни на какие-то третьи страны. Путин сказал, что да не, 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 мы только Украину сожрем, ее государство пострадает. То есть от них месседж сегодня один. Нам хватит Украины. Мы ее захватим и все на этом. Успокоимся. И вот сейчас у Запада выбор. Становиться Чемберленом или Черчиллем. Чемберленом, который скажет, да, я скормил Гитлеру Чехословакию, зато принес вам мир. И войти в историю как пораженец, предатель и так далее. Да, ну, человек, который породил Гитлера фактически. Или как Черчилль, который сказал, не, 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 мы вам просто вот из-за Польши ведь сказал, правильно? Из-за Польши сказал. Нет, мы все-таки вашу бабушку того, как говорится, сказал он Гитлеру. И Черчилль вошел в историю и как победитель, и как герой. Вот сегодня у каждого западного большого политика выбор такой. Ты Чемберлен или Черчилль? Ты Чемберлен, который скормит Украину россиянам, поверив Путину Ласлова, что Путин этим удовлетворится? Или же ты займешь позицию Черчилля и скажешь, нет, будем биться? Ну, пока по первым заявлениям этого года, похоже, что, в общем-то, позицию Черчилля выбирают. Вот генсек НАТО сегодня сказал, что помощь Украине это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность. Шольц призывает страны Евросоюза провести пересмотр военной помощи. Кто сколько помогал, на самом деле, провести аудит. Кстати, россияне уже это использовали. Знаете, из контекста вырвали провести аудит. Аудит, потому что Украина разворовывает вооружение. А там же дальше аудит, чтобы помощь равномерно распределялась на все страны Европейского Союза. Но, опять же, вспомним подписание договора с Великобританией. Поэтому, ну, Черчилль как-то за всем этим виднеется, согласитесь. Да, но насчет аудитов у нас есть теперь железная отмазка, так сказать. У нас есть большая справка, выданная Конгрессом США, тремя комитетами. Вот этот план победы в Украине, в нем есть раздел под названием аудит. Прямо, по-моему, так и называется. Проведено 96 аудитов, 96 аудитов американской военной помощи. И это пишут республиканцы про поведение демократов. То есть они могли бы обвинить Байдена, что вот, он дал помощь, а ее разворовали. Нет, они говорят, проведено 96 аудитов вот такими-то организациями. USA, там Конгресс, там целый список. Кем? Из них 40 с чем-то завершены. И выявлено ноль нарушений. Ноль, ноль. Поэтому, ну, в смысле, какой? Вот вам все аудиты проведены. И это говорят те, кто, по идее, возможно, политически был бы заинтересован в другом результате. Говорят, нет, ничего не украдено. Поэтому эту тему мы можем закрывать, в буквальном смысле, вот с этой бумагой в руках. Спасибо вам большое. Спасибо. Михаил Шильтонман, писатель и политтехнолог, был с нами на связи.